Доброе утро, дорогие друзья! Есть несколько интересных новостей, несколько интересных событий, которые я хотел бы прямо с утра с вами обсудить. И первое событие – это шорт-сквиз на криптовалютах. Что происходит? Стоит ли покупать? Стоит ли ждать продолжения этого тренда? Какие у меня мысли на этот счет? Все вам расскажу, всем с вами поделюсь. Вторая тема, достаточно интересная, касается она компании Apple. Во-первых, мы поговорим, что за налог такой на интернет. В 30%, только вдумайтесь, в 30% мы де-факто все платим компании Apple. Ну и также поговорим про войну, которая начинается между Твиттером и этой компанией, и про проблемы свободы слова. В общем, видео обещает быть крайне интересным, я постараюсь сделать его максимально позитивным. Но вначале я хочу напомнить вам, что уже завтра стартует мой авторский курс по опционам на криптовалюты. Зачем вам, спросите вы, опционы на криптовалюты? А вот, собственно, зачем. Один маленький график, который показывает, зачем этот инструмент нужен. Вот давайте посмотрим, что мы получили на биткоине. Да, это достаточно мощный в рамках внутридневных движений импульс, практически полтора процента. Много это или мало? Ну, полтора процента, будем честны, такое себе. То есть, если мы посмотрим на более крупный таймфрейм, ну это просто какой-то микроимпульс в рамках больших движений. Но в то же самое время опционы выросли в этот момент времени в четыре раза. То есть, представляете, полтора процента движения на биткоине в некоторых случаях превращает стоимость опциона, увеличивает стоимость опционов в четыре раза. Почему так происходит? Да все на самом деле очень просто. Дело в том, что на сегодняшний день опционный рынок не такой уж и ликвидный. То есть, там нету больших игроков типа Голдмана, Джипи Моргана и так далее. Но, тем не менее, ликвидность позволяет нам, частным инвесторам, применять свой капитал, заносить его туда в работу. То есть, свои там несколько тысяч или несколько десятков тысяч долларов можно легко там использовать. В общем, возможности вы видите, ну а завтра буквально в нескольких лекциях, будет лекция первого числа, второго, третьего и на следующей неделе будет несколько практических семинаров. Я дам вам все необходимые знания для того, чтобы вы смогли на данном рынке работать и использовать те возможности, которые есть здесь и сейчас. Подробности в описании и, к слову, есть два места еще в первую двадцатку с 33% скидкой. Поэтому, если все это вам интересно, подробности в описании. Теперь же давайте поговорим про биткоин, что мы там видим, что у нас, значит, будет, скажем так. Мы, не имея хрустального шара, вынуждены оперировать таким термином, как вероятности. Многие этого не любят. Конечно же, интереснее, значит, смотреть видео, где вам говорят, ну смотрите, сына, значит, сюда придет, вот отсюда, значит, она отскочит. Значит, тут я куплю, тут я продам, а потом она вот придет сюда, тут я зашарчу, соответственно, а вот здесь вот опять откуплю. И, значит, один из 20 таких прогнозов реализуется и потом на него, значит, полтора года люди ссылаются. Но так как я занимаюсь не только, скажем так, сферой каких-то консультаций или же там информационных продуктов, а еще и занимаюсь практикой, то есть я управляю капиталом и помогаю людям размещать свой капитал на финансовых рынках, поэтому я вынужден говорить то, что существует в реальном мире. Поэтому ничего подобного нету, то есть каких-то гарантированных прогнозов нету и будем мы говорить с точки зрения вероятности. Начнем мы с одного очень интересного факта. Как вы знаете, те, кто смотрит меня, я продался и мне многие в комментариях, значит, накидали, что Андрей, ну ха-ха-ха, вот ты продал, рынок сейчас растет. Ну и действительно так получилось, значит, я продал и вот на несколько процентов рынок вырос. Возникает вопрос, а можно ли было как-то спрогнозировать это движение? Пост-фактум сейчас, конечно же, скажут, что да, но несмотря на то, что я вроде бы не прав, то есть я продал, рынок вырос, хоть я и не занимаюсь подобными спекуляциями, для меня это не очень важно, тем не менее факт остается фактом. Но интересный аспект, на котором хотел бы я акцентировать ваше внимание, заключается в том, что здесь мы видим с вами рост, то есть если мы посмотрим на криптовалюты, весь крипторынок вырос, получили такой импульс, похожий импульс на эфире. Но вот если мы посмотрим с вами на валюты, практически ничего подобного нету, на фондовый рынок ничего подобного нету. И более такая долгосрочная картинка, она тоже не особо бычья. То есть вот смотрите, какова была вероятность, золото находится под давлением, валюты находятся под давлением, фондовый рынок находится под давлением. Это в принципе те факторы, которые и вот в купе, скажем так, с не очень красивой картинкой, явились триггером для того, чтобы я закрыл свои длинные позиции на крипте. Потому что, ну, логика простая. Крипторынок это более рисковый инструмент. Соответственно, если более стабильные инструменты падают, то там падение должно быть больше. Ну, и так обычно и происходит. Если мы посмотрим на фондовый рынок, то от своих максимумов он упал на 20%. На сегодняшний день на 20% американский фондовый рынок упал. Насколько упал биткоин от своих максимумов? Ну, сложно посчитать так сходу, но явно там порядок процентов 70, а то и плюс, 70 плюс. То есть, вот как это работает. И, соответственно, глядя на такую картинку, спрогнозировать то, что крипторынок не будет падать, а вот мы получим, вот, как я и сказал, short squeeze. Ну, лично моими инструментами было нельзя. Опять-таки, опираясь на вероятностную природу рынка, вот с точки зрения вероятности, а никогда нет 100%. То есть, сработала, мы можем сказать, сработала меньшая вероятность. Но, если мы хотим работать в долгосрок, мы должны быть всегда на стороне большей вероятности. Это лично моя философия. Возможно, у кого-то она другая. Возможно, кто-то вам что-то расскажет. У кого-то есть хрустальный шар. У кого-то есть какие-то другие инструменты, которые позволяют, ну, насколько они есть, уже судить вам. У меня инструментов, которые бы смогли как-то вот спрогнозировать то, что крипторынок оторвется от других рынков валютного, золота, фондового и пойдет, значит, против них, инструментов таких не было. Поэтому, да, то есть, я 10 раз бы меня, значит, поставив в эту позицию, 10 раз глядя на этот расклад рыночный, я бы сделал ровно то же самое. Теперь же давайте поговорим, а может ли потенциально перерасти этот импульс в нечто более масштабное, то есть, в какой-то полноценный разворот. Я думаю, что да, но при условии, если рынки развернутся, то есть, если фондовый рынок начнет расти, если, значит, евро, валюты против доллара будут расти, золото будет расти и так далее. То есть, де-факто сейчас все отталкивается от доллара. Если доллар будет, соответственно, снижаться, ну, точнее, неправильно говорить, доллар будет снижаться. Доллар – это просто индикатор рыночного сантимента. То есть, если, ну, как бы, как нам его проанализировать? Мы можем посмотреть на доллар, то есть, но причина-следственные связи, они обратные. То есть, не доллар растет или падает, а рыночный сантимент. Ну, просто этот рыночный сантимент нам проще всего посмотреть через доллар. И, соответственно, если рыночный сантимент будет сейчас позитивный, то есть, у нас опять пойдет какой-то риск он, мы можем получить рост, в том числе и на крипторынке. Но есть ли предпосылки у нас для этого? Давайте еще раз посмотрим на рынок фондовый. 4 тысячи мы не удержали. Сейчас мы торгуемся вблизи вот этого вот уровня, такого диапазона накопления. Есть небольшие попытки поднять цену, но нельзя сказать, что это прям какая-то активность. То есть, де-факто цена сейчас легла на уровень. Выше 4 тысяч у нас нету, соответственно, дисбаланса в сторону спроса. Внизу у нас остался вот этот объем, который затестировали, и цена идет повторно его тестировать. Соответственно, если будет сломлен вот этот вот диапазон поддержки, то дальше у нас открываются уже, значит, линии поддержки в районе 3 750. То есть, ну, как бы не очень. На валютах тоже ситуация, евро рисует что-то типа такой двойной вершинки. Но, значит, что у нас с точки зрения расклада? У нас объемы, реакция вниз, опять подняли цену, опять мы видим, что, соответственно, покупателей в рынке нет. То есть, какого-то перекоса в сторону спроса здесь мы не видим. Плюс на фоне у нас достаточно мощный такой импульс, и, в принципе, есть шанс, что этот импульс у нас выдохся. То есть, тоже нельзя сказать. Опять-таки, с точки зрения шансов, завтра может цена улететь, мне хейтеры придут, скажут, «А, Андрей, вот, значит, ты какой!» Говоришь одно, а рынок идет, значит, в другое. Может быть так, друзья. Так выглядит, понимаете, так выглядит реальная работа на рынке. Не задним числом, когда вам рассказывают, или, там, ну, что вот я, там, классный чувак, там, заработал 500 иксов за только вчера, сегодня, вот, с утра, значит, еще 700, вот, но не покажу, как, значит, но, там, какие-то другие вещи могу вам продать. Нет, так выглядит реальная работа. Работа с вероятностями, где мы строим, значит, на основании каких-то логических допущений, вот эту вероятность, и с этой вероятностью работаем. То есть нету какого-то индикатора, который показывал бы вам, что вот тут 70%, тут 30%, тут покупай, тут продавай. Это все утопия. Все эти индикаторы, они не работают, волны не работают, там, много чего еще на рынке является просто чисто коммерческим продуктом, маркетинговым продуктом. Не коммерческим, а маркетинговым. Маркетинговая пустышка. Вот, это все туда. Но реальная работа, она выглядит именно так. Есть вероятностная основа, и с этой вероятностной основой мы работаем. Поэтому, вот глядя на этот расклад, лично я не ожидаю, по крайней мере, пока что, какого-то продолжения этого импульса. Все, что мы имеем на сегодняшний день, это просто шорт-сквиз. То есть было большое количество шортов, где у них были стопы, очень понятно. То есть был вот этот вот уровень. Выше этого уровня мы улетели, и цена откатывается. Для подтверждения этого сценария, то есть, что это был шорт-сквиз, соответственно, мы должны уйти ниже 16500. То есть вот этот вот бар, который пробил этот уровень, закрыть. И, в принципе, тогда у нас картинка станет наиболее явная. Возможно, что-то изменится. Возможно, изменится. Если вдруг рынки развернутся и, значит, будут готовы сделать еще какой-то импульс, постараюсь оперативно об этом вам рассказать, либо же в формате видео, либо же у себя в телеграм-канале ссылку, на которую вы найдете в описании к этому видео. Поэтому, подытожив, я не покупал, то есть я все продал. Рынок вырос на полтора процента. Да, хейтеры скажут, вот как так, ну вот так. Я не покупаю и пока что покупать ничего не планирую. То есть пока я не вижу для этого хороших предпосылок. Теперь же, друзья, давайте поговорим про историю, которая у нас происходит с Apple, Twitter, Илоном Маском, Китаем. Потому что там очень много всего интересного, очень много всего переплетено. Значит, первое, что я хотел бы вам рассказать, это то, что Маск написал у себя в Твиттере, что Apple, значит, заблокировали все рекламные компании Твиттер. И есть информация, что вообще из App Store Твиттер может быть удален. Почему так? Ну, здесь, на мой взгляд, исключительно политика. То есть Apple это демократы, это яркие вот эти вот левая вся история, значит, ЛГБТ-сообщество. А тут пришел Маск, значит, подчистил, скажем так, кадры, разрешил свободу слова, которое задает определенные вопросы, насколько ли там целесообразны некоторые, значит, лозунги там всей вот этой вот левой истории. И, соответственно, это республиканцы. Вот, значит, он Трампа разблокировал и, в общем-то, больше в том лагере. То есть тут конфликт определенных интересов. И, конечно же, Apple, ну, с этой точки зрения, выгодно как-то, значит, надавить на Твиттер, чтобы Маск там не позволял себе чего лишнего. Что еще интересно в этой истории, дорогие друзья? Ну, первое, что я вам хочу показать, такой коротенький ролик, 40 секунд, но он реально показывает, ну, показывает то, что мы с вами имеем. Потому что, ну, вот эта цензура от больших компаний, в том числе и от Твиттера, как вот я вам покажу в конце. То есть это, ну, это огромная власть, которая есть на сегодняшний день у технологических компаний. То есть цензурировать ту информацию, которую мы как потребляем, так и хотим до мира донести. Если мы задаем вопрос, там, по поводу ковида, что-то по поводу каких-то, там, значит, семейных ценностей, да, что почему вот так, например, а не так и так далее. Нам вот эти технологические компании, значит, скажут, вот это ты можешь говорить, это, значит, идет в том ключе, который мы хотим видеть в информационном поле. А этот вопрос ты уж давай как-нибудь там на кухне максимум где-то поговори, а будешь в публичном пространстве это все поднимать, мы тебя очень быстро заблокируем. И вот, значит, этот ролик, буквально 40 секунд, но он очень классный, друзья. То есть вот такая вот история, что если ты задаешь вопросы, которые, или там, транслируешь какую-то повестку, которая выделяется, значит, из общей массы, то ты будешь изгоем в этом случае и желание, значит, вот этих технологических компаний. И что, наверное, более важно теми, кто этими компаниями управляет, соответственно, создать определенный публичный нарратив. Но что еще интересно, что еще я вам хотел бы рассказать, так это то, что такое 30-процентный налог. Как оказывается, я, в принципе, эту информацию узнал давно, но вот сейчас она так вот крайне сильно на ней акцентирует внимание, потому что Apple это монополист, Apple и Google, то есть две компании, два монополиста. И, в принципе, если вы не там и не там, то есть у вас нет в App Store и в Google Play или что-то там такое, да, то есть вот в этой платформе, то есть вы, например, не можете не там и не там, то вы, как разработчик, не можете получить большую долю, большой рынок. То есть рынок только есть там. И, соответственно, что делает Apple? Apple, значит, берет комиссию на всех разработчиков, чьи обороты превышают 1 миллион долларов. То есть с мелких они, значит, если вы там что-то только начинаете пилить, с вас ничего не берут, но если вы уже что-то показываете, какой-то перформанс, 30% вы не доположь. То есть 30% одна технологическая компания, ну а альтернативы нету, берет такой процент. И я думаю, что недалек час, что если власть сменится, то есть вот это, скажем так, так как Apple это демократы, придут республиканцы, вопросы к Apple могут начать задаваться очень серьезные. Ну и Маск в своем ключе отвечает, что если все-таки Twitter уберут из App Store, то Маску придется делать новый телефон. И лично я, возможно, даже и хотел бы на это посмотреть, потому что то, что делает Маск, ну это прямо очень круто. И если он сделает альтернативу, это будет прям альтернативу айфонам, это будет прям вообще топ история. Что еще интересно мы должны знать с вами про Apple? Что Apple помогает не только как бы создавать нарратив американскому правительству. Apple вообще очень беспринципная компания, которая против свободы слова везде. То есть не только, значит, не только в Америке, но еще и поддерживает власти Китая. Почему поддерживает власти Китая? Это все очень просто, потому что там протесты. Это касается напрямую заводов, соответственно, Apple. И Apple от этого страдает. Давайте посмотрим чуть-чуть. То есть это протесты на заводе Apple. Значит, соответственно, страдает цепочка поставок. У Apple не хватает телефонов. Прибыли компании, финансовые показатели компании от этого страдают. Что делает Apple? А Apple помогает властям, значит, справиться с этими протестами. То есть ограничивая определенные функции передачи данных и так далее. То есть вот вам яркий пример. Вот все мы, ну многие любят Apple. Я в том числе пользуюсь активно различными продуктами. Классные продукты. Но вот таким образом, значит, покупая нас за классный продукт, за наши же деньги, мы в значительной степени поощряем вот этот вот censorship со стороны технологической компании, которая вот, значит, обретя огромную власть. А вот в принципе, почему у монополии всегда плохо? Потому что как только приходит монополист, соответственно, он начинает диктовать условия рынку. То есть если бы была какая-то большая конкуренция, например, там 5, 6, 7 компаний, то ничего подобного Apple бы себе позволить не смогли. Потому что мы бы сказали, нет, ты поддерживаешь, значит, ты против свободы слова. Нет, мы твою, значит, продукцию покупать не будем. А так, ну мы в значительной степени заложники ситуации. Потому что альтернативы, ну да, можно там перейти с Android на iOS, с iOS на Android. Ну вот и все твои варианты. Да, есть еще какое-то количество платформ и решений. Но, скажем так, они очень узкие и не всегда очень удобные. Как на это все реагируют акции Apple? Конечно же, они реагируют падением. То есть, во-первых, протесты в Китае. Во-вторых, вот этот вот конфликт free speech. Вот это поднятие темы про 30%. И если сменится власть, то есть могут быть определенные вопросы. Конечно же, акции Apple, несмотря на то, что фондовый рынок в целом чувствует себя неплохо, акции Apple отыгрывают это все падением. Ну и в конце, друзья, хочу показать вам еще кое-что. Что вот мы, значит, поговорили, что Apple такие вот, значит, говнюки против свободы слова. А вот Маск такой молодец, значит, поддерживает, значит, свободную дискуссию в обществе. Все, дорогие друзья, так, да не совсем. И вот пример со стороны Твиттера. Значит, был такой аккаунт, который показывал вот эти вот проблемы в Китае, проблемы протестов, освещал эту информацию и за что был заблокирован. То есть со стороны Твиттера мы тоже видим, соответственно, похожий цензорщип. То есть идеальных людей не бывает и все балансируют между какими-то интересами. То есть чтобы кто-то вышел, сказал, вот здесь будет только свобода слова, значит, никакие интересы мне не важны, ни бизнес-интересы и так далее. Такого, к сожалению, нет. И Маск, имея значительный интерес, как и Apple, значительный интерес в Китае, вынужден, в общем-то, где-то под эту историю прогибаться. На этом, друзья, пожалуй, все. Если понравилось видео, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео с кем-нибудь, с кем это видео потенциально может быть интересно. Сделать 10 отжиманий, 10 приседаний, чтобы день начать на энергии. Но я желаю вам хорошего дня, успехов на рынке. Ну и увидимся в следующих видеороликах. Спасибо за внимание. С вами был Андрей Михайлес. Пока-пока.